МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ЖТСУ. С вами Пана Усимбекова, сурдоперевод Марата Жмабекова. Сегодня в выпуске. Мы теряем высоту. В Алматинской области рухнул самолет. Все для детей. Сразу два новых объекта особой важности распахнули свои двери в Жамбылском районе. Актуальный стартап. Начинающие бизнесмены получили гранты на 5 миллионов тенге. Во имя новых жизней. Для жительниц Жамбылского района готовящихся стать мамами созданы самые комфортные условия. Теперь в районе есть собственный родильный дом, техническое оснащение которого не вызывает никаких сомнений. В преддверии Дня независимости открылся в районе и второй стратегически важный объект. Обо всем по порядку расскажет наш корреспондент, принявший участие в значимых для сельчан событиях. Первый в районе родильный дом, рассчитанный на 100 коек, открылся в селе Узнагаш. Работать в нем будут только высококвалифицированные специалисты. Должное внимание роженицам будут оказывать в просторных палатах, где молодую маму смогут также поддерживать близкие ей люди. Процесс родов будет происходить в отдельном родильном зале, где есть все необходимое современное оборудование. Фитальные мониторы, УЗИ для новорожденных, аппараты искусственной вентиляции легких. Только на материально-техническое оснащение объекта было выделено почти 2 миллиарда тенге. Отдельно стоит отметить, что объект возведен с учетом испытания пандемии. Здесь в каждой палате прямо к койкам подведен кислород. В области ежегодно рождаются около 50 тысяч детей. Соответственно, это положительно влияет на демографический рост. В связи с этим мы каждый год строим подобные больницы, выделяем деньги как из местного, так и республиканского бюджета. Как я говорил ранее, я специально ездил в Нурсултан с просьбой построить жителям такое медицинское учреждение. И вот оно теперь будет служить во благо населения. Пусть в этом родильном доме рождаются только счастливые и здоровые дети. Демографический показатель в Жамбылском районе только за 2020 год увеличился вдвое. Старое родильное отделение при центральной районной больнице на 55 мест уже не справлялось с таким потоком пациентов. Людям приходилось обращаться в близлежащие населенные пункты, как Каскелена и Алматы. При поддержке правительства Якимата области на возведение нового специализированного медицинского учреждения из бюджета было выделено более 4,5 миллиардов тенге. Рады этому роддому. Если посмотреть, численность населения нашего района растет с каждым годом. В данный момент составляется 69 тысяч населения. Из них 84 тысячи женщин. Из этих женщин 37 тысяч женщин фертильного возраста. То есть те, которые могут нам родить здоровых детей. Тем временем в соседнем поселке Касымбек свой праздник. Новая школа. А точнее расширение. Теперь школа может обучать на 300 школьников больше. Образовательный объект уже на расстоянии притягивает взгляды своим нестандартным экстерьером и благоустроенные территории. С возведением пристройки полностью изменилось внутри и все здание школы. Кабинеты с интерактивным экраном. Специализированные химические и физические лаборатории. Медиатеки и мастерские. Столовая на 100 коек. Список пополнили спортивный и актовый зал. Благодарность тянет края. Сотни раз я повторю. Для такого человека слов моих не подобрать. Выражаю благодарность. Чувств моих не передать. Прежде в школе на 520 человек училось свыше тысячи школьников. Более 1 миллиарда тенге понадобилось для решения этой проблемы. К площади образовательного учреждения добавилось 4,5 тысячи квадратных метров. Мы очень рады. Коллектив, родители, ученики всем выражают благодарность. По поручению главы государства и благодаря мерам, принимаемым руководством области, общее число трехменных школ сократилось в 7 раз. Решить этот наболевший вопрос осталось еще в семи учреждениях общего образования района. Руслан Нурмуханбетов, Жасулан Шенгенже, телеканал ЖИЦУ, Жанбылский район. Память нетленна. Сегодня в Талдыкургане состоялось официальное открытие музейного уголка памяти известного казахстанского журналиста Бесена Куранбека. Дата презентации 9 декабря выбрана неспроста. Именно сегодня выдающемуся мастеру пера и микрофона исполнилось бы 49 лет. О звезде казахстанского телевидения, имя которого вписано золотыми буквами в отечественную журналистику, наш следующий материал. Уход Бесена Куранбека из жизни стал невосполнимой утратой для всей казахстанской журналистики. Мэтр воспитал не одну плеяду высококлассных работников СМИ. За каждого коллегу он переживал и беспокоился как за близкого человека. Неоценимый вклад Бесен Куранбек внёс в развитие средств массовой информации в родной Алматинской области. Появление дома журналистов в Талдыкургане – одна из его заслуг. В ЖТСУском крае Бесен Куранбек создал все условия для коллег. Именно он предложил руководству области построить дом журналистов. Здесь созданы все условия для того, чтобы работники СМИ региона могли трудиться. Коллеги по цеху из других областей восхищаются созданными условиями. Материально-техническая база соответствует республиканскому уровню. Если бы Бесен Куранбек был жив, то сделал бы ещё много хорошего. В целом он помогал всем людям, заботился и опекал тех, кто в этом нуждался. Являлся защитой и опорой для каждого. Воистину, каждый, кто искал поддержку Бесена Куранбека, незамедлительно её получал. В течение жизни он помогал тысячам людей. Человек с большим сердцем, профессионал своего дела, мудрый руководитель, верный друг и отличный семьянин. Именно таким его запомнили люди. Все, кто пришёл на открытие музейного уголка, посвящённого памяти Бесена Куранбека, еле сдерживают слёзы и эмоции, вспоминая о легендарной личности. «Нет, наверное, ничего сложнее и печальнее, чем говорить о своём друге в прошедшем времени. Очень больно осознавать, что Бесена с нами нет. Его по праву можно назвать выдающимся сыном казахского народа. Это поистине народный журналист. Все почитают Бесена и его труды. С целью увековечить имя выдающегося мастера пера и микрофона в Доме журналистов мы открываем музейный уголок памяти Бесена Куранбека». Бесен Куранбек был активным приверженцем здорового образа жизни. Почти 20 лет он занимался айкидо. В экспозиции музейного уголка представлено кимоно, в котором тренировался мэтр казахстанского телевидения. Также посетители выставки ознакомились с трудами, наградами и личными вещами Бесена Куранбека. «От лица нашей семьи выражаю огромную благодарность всем тем, кто причастен к открытию этого музейного уголка, посвященного памяти Бесена Куранбека. Он действительно трудился во благо нашей страны и области в частности. Отдавал всего себя любимому делу. Надеюсь, примеру Бесена Куранбека последуют многие, и они тоже принесут немало пользы нашей родине». В этот же день состоялось награждение победителей и призеров Первой областной олимпиады памяти Бесена Куранбека. Участие в состязании приняли 16 преподавателей и 19 учеников региона. Олимпиада проходила по трём этапам. Это написание эссе, демонстрация ораторского искусства и презентация мини-проекта. По итогам этих состязательных дисциплин определены 12 призеров и победителей. Им вручены дипломы и ценные подарки – смартфоны и планшеты. «В будущем я намерена стать журналистом. Хочу быть, как Бесен Куранбек. Он не просто профессионал своего дела, но и очень хороший человек. Перед участием в олимпиаде я изучала его биографию. Мне нравятся его человеческие качества и то, как он относится к людям. Благодаря своим знаменитым телепроектам он помог множеству людей, которые, как я думаю, никогда не забудут его». В следующем году организаторы Олимпиады планируют провести мероприятие на республиканском уровне. Помимо этого, с целью увековечить память Бесена Куранбека планируется создание фонда. Организация будет помогать всем нуждающимся, как это при жизни делал сам Бесен Куранбек. Его благие деяния навсегда останутся в сердцах людей. А имя вписано золотыми буквами в историю отечественной журналистики. Финал дебатов «Ровесники независимости» проведен в Талдыкургане. В общей сложности в дебатах принимали участие 12 команд из разных районов области. Финальная битва состоялась между командами Куксусского и Алакольского районов, которые отстаивали свои позиции на тему взаимосвязи счастья населения и государственной политики. Цель дебатов – формирование разностороннего и конструктивного образа мысли среди молодых госслужащих. За ходом состязания наблюдали старшие коллеги дебатеров из Агентства по делам государственной службы и Управления молодежной политики области. По итогам выступлений каждой из сторон победителем стала команда Куксусского района, отстоявшая позицию о том, что уровень счастья населения не связан с государственной политикой. На втором месте оказалась команда Алакольского района, являющаяся оппозиционной. Подобные турниры среди госслужащих проводятся ежегодно совместно с Агентством по делам государственной службы и Управлением молодежной политики Алматинской области. Победитель направляется на республиканский турнир. Сегодняшний областной турнир среди госслужащих Тайюль-Суду-Курда-Стары в своем названии как стоит подразумевается то, что в этом турнире участвовали государственные служащие, ровесники именно независимости Казахстана. В этом турнире проходил два дня. С точки зрения, почему оппозиция именно Куксуйская в району команда выиграла правительство, это со стороны аргументационной части и по выполнению своих функциональных обязанностей. То есть обе позиции должны выполнять непосредственно свои обязанности в игре. И, к сожалению, команда правительства не справилась со своей функциональной обязанностью. Команда оппозиции, мало того, что выполнила свои обязательства, помимо этого предоставила три аргумента, которые не были опровергнуты со стороны правительства. 293 уголовных правонарушения зарегистрировано антикоррупционной службой Алматинской области. Из них 245 преступлений являются коррупционными. Общий ущерб по закрытым уголовным делам составил 4,9 млрд тенге. На данный момент 85% от общего числа возмещено. Об этом рассказал заместитель руководителя антикоррупционной службы региона Жандос Шумабаев на информационной площадке ЖТСУ «Медиа». Он отметил, что для недопущения преступлений подобного характера агентство полностью пересмотрело алгоритмы работ. Теперь акцент делается на предупредительно-профилактическое направление. В том числе мониторинг на предмет коррупционных рисков в государственных органах и организации, а также меры по нерациональному расходованию бюджетных средств. Так, с начала года департаментам выявлено 194 коррупционных риска и сэкономлено около 2,5 млрд тенге. Более 80% работы у нас идет на предупредительно-профилактический блок направления. То есть, после создания были внедрены несколько проектов. Основные проекты ЖТСУ «Адал-Халана», информационно-профилактический штаб, специальный мониторинг группы. Среди подрастающего поколения – «Адал-Урпак», «Ажархан-Бала-Шахмасава». Вот такие проекты есть, в результате которого мы совместно, скажем, представители СМИ, общественности в тесном взаимоотношении проводим все наши мероприятия и стараемся, конечно, все это доводить до логической завершения. Впервые в Алматинской области прошел конкурс среди учителей и ровесников независимости страны. Организаторами мероприятия выступила коллегия профсоюза работников образования и науки. Свыше 53 участников от 18 до 29 лет состязались за право лучшего преподавателя. Главное условие творческого конкурса – поэтически донести важность патриотического воспитания. Однако взойти на пьедестал славы удалось лишь 14 конкурсантов. Им был присвоен статус особого образца и вручены благодарственные письма. Кроме того, трое избранных победителей получили денежные вознаграждения. Так, обладатель первого места удостоился 50 тысяч тенге. За второе и третье места присудили 40 и 30 тысяч. Отметим, критерием оценок служили соответствие тематики конкурса – раскрытие темы, выразительность, а также оригинальность. Вероприятие было посвящено преддверии Дня независимости, чтобы тематика была ко Дню независимости. И все учителя, я считаю, что на 100% справились с этой задачей. Все в своих выступлениях они полностью оплатили все проблемы. В Алматинской области завершился крупнейший проект ВОЛС по обеспечению сельских населенных пунктов доступом к сети интернет по оптоволоконным линиям связи. Об этом в ходе брифинга на площадке ЖТСУ Медиа сообщил директор компании Казахтелеком. К настоящему времени по проекту в регионе проложено почти 2140 километров оптики. В 159 селах сигнал подается в 414 государственных учреждениях и бюджетных организациях. Решается в ЖТСУ и проблема доступа к интернету в тех селах, где связь и вовсе отсутствует. 84 населенных пункта уже до конца года обеспечат зоной мобильного интернета благодаря установке вышек сотовой связи. Более того, на следующий год запланировано включить в проект по обеспечению интернет-связью еще 95 сел. Все это реализуется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Этот проект как раз и помог с одной стороны. С другой стороны реализация новых услуг. Это семейные решения ЛТА-4G. Они как раз и помогли нашим ученикам и тем, кто находился на дистанционной работе, осуществить и обучение, и получать образование, и заниматься своей трудовой деятельностью. Обладателями грантов 5 миллионов тенге стали сразу 10 молодых бизнесменов Алматинской области. Денежного вознаграждения удостоились участники конкурса «Жержаната-Житесу» за лучшую бизнес-идею, направленную на развитие региона. Какую пользу родному краю намерены принести молодые предприниматели, получившие поддержку области, узнаем из материалов сюжета. Конкурс под названием «3G» организован Центром общественного согласия. В Алматинской области он проводится впервые. Суть программы – поиск актуальной стартап-идеи и возможности ее реализации на отечественном рынке. Участие в необычном мероприятии приняла исключительно сельская молодежь со всех уголков Семеречья. На соц специальной комиссии свои проекты представили около 85 начинающих предпринимателей. Но пройти все этапы отбора удалось только десяти лучшим. В их списке Мульдер Сайлау и Зуштубе, которые на выигранную сумму намерены открыть ателье по пошиву этнических нарядов. Мой проект очень близок к народу, потому что национальные костюмы сейчас пропадают. И шить национальные костюмы – это как развивать нашу культуру в будущем, чтобы все помнили об этом. И этот проект дал мне большую возможность продлить и помочь людям не забыть нашу традицию. Призовых мест удостоились также идеи, направленные на увеличение объемов собственного производства. Тому пример – бизнес-идея по выпуску отечественного спортивного оборудования предпринимателей Золокольского района. Внимание организаторов проекта привлекли и стартапы по сборке мебели, изготовлению и установке дверей, а также производство пластиковых окон. Большую поддержку в реализации этих и многих других бизнес-идей оказало руководство города. Это только начало, этот грант будет увеличиваться. Мы сейчас пока не знаем, определим, как это будет делать, чтобы человека, как бы говорится, от начала до конца, до конечного результата довести, помочь ему до конца. Подписываем сейчас меморандум с палатой предпринимателей Атомикен, чтобы вместе, совместно работать. Я думаю, что бизнесмены помогут нам. Для победителей конкурса организована яркая церемония награждения с красочными и зажигательными выступлениями. По словам организаторов, помимо материальной помощи, начинающие бизнесмены получат поддержку в создании собственного бренда и возможность обучиться у более опытных коллег. Одина Смогулова, Эдос Калиев, телеканал ЖТСУ. Свыше 300 неправительственных организаций открылось в Алматинской области с начала текущего года. Массовое создание новых НПО связано в первую очередь с благоприятной обстановкой, созданной со стороны государства. Альянс поддержки гражданских инициатив подвел итоги 2020 года. Члены объединения – это своеобразный мост между государством и активными гражданами. Специалисты помогают инициативным ЖТСУ в открытии НПО, которые в дальнейшем будут принимать участие в реализации социально значимых проектов. В Алматинской области функционирует свыше 1200 таких объединений, однако только четверть из них ведут активную деятельность. По словам ответственных лиц, в случае неактивности они подлежат ликвидации. На сегодняшний день, к концу данного года, к нам за консультациями обратилось более 600 неправительственных организаций и инициативных групп, а также активных граждан, которые бы хотели открыть свои неправительственные организации, зарегистрировать, но не знают с чего начать, в каком направлении идти, как работать. Поэтому наша задача таким людям помочь, разъяснить, показать и при необходимости оформить документы. Экстренные новости. В Талдыкургане потерпел крушение самолет. На его борту находились 10 человек, а раненых или погибших не сообщается. Спасатели уже прибыли на место ЧАЭС. Именно по такому сценарию прошли внеплановые учения спасательных служб города. Согласно легенде учений, самолет, вылетевший из Нашултана, не смог приземлиться на взлетно-посадочной полосе из-за проблем с шасси. Парив около получаса в воздухе, пилотам пришлось совершить аварийную посадку. В результате произошел взрыв в топливном отделе. Выходная дверь оказалась заблокированной. Сразу после получения сигнала СОС, спасатели за считанные минуты добрались до места ЧП. Такие моменты счет идет на секунды. А значит, нужна оперативность и слаженность всех служб. Все подразделения работают как часы. Спасатели без промедления самоотверженно ринулись спасать пострадавших из горящего самолета. Карита скорой помощи уже на месте. Некоторым из пассажиров требовалась медицинская помощь. В ходе проведения учения были отработаны тактика тушения загораний на воздушных судах. Также отработаны план взаимодействия по ликвидации данных видов чрезвычайных ситуаций. Всего по гарнизону Алматинской области у нас было запранировано на 2020 год пройдение 44 пожарно-тактических учений. Все учения проведены согласно плану. Всего в учениях задействовали 33 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. На погашение условного пожара и эвакуацию пострадавших затрачено порядка 7 минут. Это результат долгих отработок и взаимодействия всех спасательных служб, подытожил руководитель городского управления ПЧС. Сегодня утром на строительной площадке в центре Алматы произошел пожар, передается Конки-Зет. Пожарные расчеты выехали по вызову в 10-10 утра. Возгорание произошло в Алмалинском районе. По прибытии обнаружено горение строительных материалов на втором этаже строящейся многоэтажки на площади 10 квадратных метров. Принятыми мерами возгорание локализовано в 10-22, ликвидировано в 10-27, сообщили в ДЧС Алматы. Известно, что жертв и пострадавших нет. В Казнете обсуждают видео с распыляющим ядовитые химикаты авто. На кадрах видно, что за проезжающим автомобилем тянется плотный белый дым, уверены пользователи. При этом звук работающего двигателя гораздо громче, чем должен быть в норме. Некоторые предполагают, что машина распыляла ядовитые химикаты. Как отмечает stopfake.kz, на самом деле это невозможно по ряду причин. Белый дым, который валит из трубы, попавший в кадр машины, опытных автомобилистов не удивит. Подобный выхлоп в сочетании с шумно работающим двигателем может сигнализировать о наличии водяного пара в выхлопной системе или о попадании охлаждающих и иных шидкостей в камеру сгорания, отмечают специалисты. Вооруженную группу обезвредили полицейские в Актау. Задержание преступников произошло в ходе надзора за лицами, находящимися в деструктивных религиозных течениях на территории области, передает Тенгринювский ЗЭД. У задержанных обнаружены 3 единицы огнестрельного обреза, 4 единицы травматического пистолета и боеприпасы к ним. По данному факту управлением полиции Актау начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время назначена судебно-баллистическая экспертиза. Расследование продолжается, отметили в УПДП Мангистауской области. Вернуть генерала в Пентагон впервые может возглавить афроамериканец, объявивший о своей победе на выборах президента США. Демократ Джо Байден продолжает формировать новый кабинет. Как сообщают американские СМИ, со ссылкой на высокопоставленные источники, Пентагон возглавит генерал в отставке Эллойд Остин. Он может стать первым афроамериканцем на этом посту. До этого генерал входил в Совет директоров Глобальной оружейной корпорации, поставляющей продукции как Пентагону, так и странам-союзникам Соединенных Штатов. Форбс назвал самых влиятельных женщин мира. Глава Банка России Эльвира Набиулина вошла в топ-100 самых влиятельных женщин мира. 17-й ежегодный рейтинг опубликовал журнал Forbes. Набиулина оказывается в списке уже третий год подряд, единственной из россиянок. На первой строчке 10 лет подряд находится Ангела Меркель. В пятерку лидеров также вошли глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, кандидат на пост вице-президента США Камала Харрис, глава Еврокомиссии Урсула Фондер-Ляйен и Мелинда Гейтс, жена основателя Майкрософта Билла Гейтса. В рейтинге также нашлось место Елизавете Второй и певице Риане. В Германии число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом выросло за сутки на 20 815 человек. От осложнений после заражения инфекцией умерли около 20 тысяч. Со 2 ноября и до 10 января в ФРГ действует жесткий карантинный режим. Закрыты бары, рестораны и другие гастрономические заведения. Блюда и напитки разрешено продавать только на вынос. Открыты детские сады, школы, ряд магазинов и парикмахерские. Отели могут принимать гостей только в случае, если им негде ночевать. Остановили работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает ужесточение существующих ограничительных мер. На этом все. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok